Галилея языческая Что произошло после крещения Иисуса? С чего началось Его общественное служение? В Евангелии от Иоанна, как мы видели, после второго посещения Иоанна Крестителя, Иисус восхотел идти в Галилею. На третий день Он уже присутствовал на браке в Кане Галилейской, где положил начало чудесам Своим. Из Канны Он вместе с матерью, братьями и учениками пришел в Капернаум, где они пробыли немного дней. Затем Иисус приходит на Пасху в Иерусалим и изгоняет из храма торгующих. В Иерусалиме же, надо полагать, Он беседовал с Никодимом. После этого пришел Иисус с учениками Своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. Сколько это продолжалось, евангелист не уточняет. В Галилею Иисус возвратился после того, как узнал о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн. По дороге в Галилею Он посещает Самарию. Этот визит занимает два дня. Из Самарии Иисус приходит в Канну Галилейскую, где совершает второе чудо – исцеляет сына Капернаумского царедворца. Все эти события, происходившие в то время, пока Иоанн Креститель еще находился на свободе, у синоптиков отсутствуют. В Евангелии от Матфея служение Иисуса начинается с того, что Он оставляет свой родной город Назарет и поселяется в Капернауме. Именно в Капернауме, согласно Матфею, Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Там же Он призвал Петра и Андрея, а затем Иакова и Иоанна Зеведеевых. В Евангелии от Марка, местом, где разворачивается начало общественного служения Иисуса, тоже оказывается Капернаум. Первое чудо, описанное Марком, изгнание беса и задержимого, происходит в Капернаумской синагоге. О том, что в Капернауме была синагога, свидетельствуют археологические раскопки, благодаря которым были найдены разваленные синагоги IV-V веков по Рождестве Христовым, построенные, по-видимому, на месте той самой синагоги, где неоднократно бывал Иисус. Исцеление Иисусом тещи Петра тоже произошло в Капернауме, так как там находился дом Петра. Там же, вероятно, произошло и исцеление прокаженного, после которого Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, куда к нему приходили отовсюду. Через несколько дней мы видим Иисуса вновь в Капернауме, где Он исцеляет расслабленного. Итак, согласно Матфею и Марку, местом начала служения Иисуса является Капернаум, куда Он приходит, оставив Назарет. Почему Он решил оставить Назарет и поселился в Капернауме? Ответ мы находим в Евангелии от Луки, согласно которому после искушения от дьявола возвратился Иисус в силе Духа в Галилею и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Здесь ничего не говорится о том, в каких городах Галилей Иисус проповедовал. Первый подробно рассказанный Лукой эпизод связан с Назаретом, где Иисус вошел по обыкновению Своему в день субботний в синагогу и встал читать. Поначалу его проповедь была воспринята благосклонно, но очень скоро, когда он заговорил о том, что никакой пророк не принимается в своем Отечестве, благосклонность сменилась гневом. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. Обратим внимание на то, что Евангелист не выделяет какую-то группу недовольных Иисусом, например, книжников и фарисеев. Он рисует яркую картину изменения настроения слушателей по мере того, как Иисус продолжал речь. В самом начале, как только он закончил чтение и сказал, что пророчество исполнилось, все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Когда же он начал обличать их и рассказывать им истории о том, как Бог посылал пророков к язычникам и иноплеменникам, их настроение изменилось на противоположное, и они все исполнились ярости. Евангелист Марк в связи с данным эпизодом добавляет, что Иисус не мог совершить там никакого чуда и дивился неверию их. Этот же эпизод кратко изложен у Матфея, но происходит он значительно позже выхода Иисуса на проповедь. У Луки же именно с него начинается служение Иисуса, и только после него Иисус приходит в Капернаум. Мы можем предположить, что поселение в Капернауме было вызвано необходимостью. В родном городе Иисуса не только не приняли, но и хотели убить. Кроме того, в Назарете жили родственники Иисуса, а отношения с ними, как мы увидим, у него испортились после того, как он вышел на проповедь. Рассказывая о том, как Иисус поселился в Капернауме, евангелист Матфей ссылается на пророчество Исаии, согласно которому Галилея должна быть просвещена светом истинной веры. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом. Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. Упоминание о Галилее языческой дало повод некоторым ученым предположить, что язычники составляли в Галилее чуть ли не большинство населения. Однако Матфей лишь цитирует слова из книги пророка Исаии, во времена которого действительно в Галилее проживало много язычников. К I веку н.э. Галилея была заселена по преимуществу евреями. Язычники в пропорциональном отношении составляли лишь незначительную часть от общего числа жителей области. Все четыре Евангелия свидетельствуют о том, что основным местом проповеди и служения Иисуса была Галилея. Именно здесь он произнес свои главные проповеди и притчи, совершил наибольшее число чудес. В Иерусалим он лишь приходил по праздникам, а в городах и селения Галилеи жил и проповедовал. Это связано не только с тем, что Галилея была его родной землей, где он воспитывался и вырос. В других землях его проповедь встречала меньший отклик, чем в Галилее. Так, например, на другом берегу Иордана, в земле Гергесинской, появление Иисуса и совершенное им чудо вызвало такой испуг, что весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. В Самарии его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. С Иудеей же и Иерусалимом связаны наиболее драматичные эпизоды земной жизни Иисуса. По сравнению с Иудеей и Самарией, Галилея оказалась менее враждебной к его проповеди. Впрочем, и в Галилее, как мы видели, Иисуса принимали не всегда и не везде. Из родного города его выгнали. Крупных городов, таких как Тивериада и Сепфорис, он, видимо, избегал, предпочитая небольшие города и селения. Перечисляя места, в которых наиболее явлено было сил его, Иисус упомянет Хорезин, Вифсаиду и Капернаум, однако будет с горечью укорять их за то, что они не покаялись в результате его проповеди. Горе тебе, Хорезин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные у вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Хорезин нигде больше в Евангелии не появляется, кроме параллельного повествования Луки, и мы ничего не знаем о том, какие силы были явлены в нем. Вифсаид упоминается в Евангелиях в общей сложности семь раз. С этим городом связан ряд чудес. Капернаум встречается на страницах Евангелия чаще других мест. В общей сложности мы находим 16 упоминаний об этом городе и можем считать, что именно туда чаще всего возвращался Иисус из своих миссионерских путешествий. Приведенные слова показывают, насколько глубоко миссия Иисуса была укоренена в библейской истории. То, что происходило с ним и вокруг него, он сравнивал с происходившим на страницах Ветхого Завета, вновь и вновь возвращаясь к известным его слушателям образом. Тир и Сидон — финикийские города, известные как средоточие пороков. Книги пророков содержат многочисленные обличения в адрес жителей этих городов. Обычай обликаться во вретище и садиться на пепел в знак покаяния также отмечено в книгах пророков. Так, например, в результате проповеди пророка Ионы неневитяне объявили пост и оделись во вретище, а царь Неневии встал с престола, облегся во вретище и сел на пепел. Даже скот покрыли вретищем. Наконец, история Содома, города, который Бог истребил серой и огнем в наказание за пороки его жителей, была хрестоматийным примером Божия суда и возмездия за грехи. Все эти библейские аллюзии возникают в речи Иисуса при упоминании о городах, в которых его проповедь не нашла ожидаемого отклика. Образ, использованный в отношении Капернаума, напоминает слова из книги пророка Исаии. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился землю, попиравший народы, оговорил в сердце своем, взойду на небо, высший звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Эти слова, обращенные Исаии к царю Вавилонскому, в христианской традиции переосмыслены как пророчество об окончательной победе Бога над дьяволом, который спадет с неба и будет ввержен в озеро огненное и серное. В данном же случае величественный и порочный Вавилон становится прообразом Капернаума, скромного рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, избранного Иисусом для того, чтобы явить там силы, то есть совершить чудеса и знамения. Проповедь Иисуса с самого начала встречает восторженный отклик одних, сопротивление, отторжение и равнодушие других. За Иисусом следуют тысячи жаждущих получить исцеление, увидеть чудо, услышать Его Слово, но одновременно десятки и сотни тысяч остаются незатронутыми Его проповедью или равнодушными к ней. Несмотря на совершаемые чудеса, никакого массового обращения в новую веру, а именно таковой в конечном итоге оказалась вера, принесенная на землю Иисусом, не происходит. Это вызывает Его разочарование и негодование, отразившиеся в словах, отрисованных галилейским городам. Впоследствии похожие слова будут произнесены в отношении Иерусалима.